Всем привет! Сегодня у нас обзор квартиры студии в Минск мире. Это квартал чемпионов, дом Лилихаммера. Итак, давайте по порядку. Квартира имеет 32 квадратных метра. Вроде площадь небольшая, но на самом деле этой квартиры достаточно для нормальной жизни небольшой семьи, либо пары, либо одного человека. Итак, давайте по порядку. Что здесь выполнено? Все стены выполнены, все стены отштукатурены, то есть выровнены полностью по маякам, отшпаклеваны и наклеены обои с вот такой вот имитацией декоративной штукатурки. Дальше, на потолке у нас натяжные потолки, матовые натяжные потолки, не глянцевые, а матовые, которые отлично себя зарекомендовали. Мы много лет их используем, они ничем не уступают покраске. И даже, я бы сказал, у них есть больше плюсов по сравнению с покраской, потому что эти потолки, даже если вдруг вас соседи, не дай бог, затопят, а, к сожалению, в Минскмире бывают такие моменты, особенно когда вот только-только все начинают делать ремонты, то вас этот потолок спасет натяжной. Он не даст возможности воде пролиться на пол. Были такие случаи не в этом комплексе, а в других, где действительно эти потолки спасали. Итак, давайте дальше. На потолке, я говорил уже, установлен натяжной потолок, на натяжном потолке установлены вот такие вот цилиндрические светильники. Очень классно, кстати, смотрятся. Они все идут вот под цвет выключателей, черные. Сейчас такая вот мода, я не знаю, как ее называть, тенденция, делать черный цвет, то есть, чтобы черный цвет являлся вот таким вот контрастом в интерьере. Обратите внимание, что стены бежевые, а выключатели, ручки черного цвета, сейчас это часто используется дизайнерами и заказчиками. Поэтому мы здесь, в этой квартире, тоже постарались этот прием применить. Дальше. Эта квартира хороша еще тем, что здесь нету блока вентиляции. То есть, блок вентиляции во многих квартирах, ну, занимает довольно-таки приличный кусок квартиры. И на плане, в принципе, он есть. То есть, на плане типового этажа этот блок вентиляции есть. Но у нас квартира находится на втором этаже, поэтому вместо блока вентиляции в потолке у нас отверстие. И все. То есть, получается, что вы, по сути, являетесь первой квартирой, подключенной к вентиляционному каналу. То есть, вы его не видите, он не разрезает вашу кухню. Благодаря этому мы здесь умудрились установить, изготовить вот такую вот огромную, я считаю, кухню. То есть, кухня довольно-таки большая по меркам студии. Обычно в студиях малюсенькие кухни. Если вы смотрели на RealBuy, на других сайтах, какие обычно квартиры сдаются и продаются, то чаще всего там кухни очень маленькие, малюсенькие, либо какие-то угловые, либо какие-то прям вообще кусочек какой-то, как больше, как просто кусочек столешницы. Здесь кухня большая. Давайте посмотрим, что в эту кухню входит. Итак, здесь входит, получается, духовой шкаф. Входит варочная поверхность на 4 комфорки. Вытяжка. Вытяжка у нас подключена к вентиляционному каналу. То есть, получается, что вы не просто... Здесь действительно эта вытяжка работает. Работает хорошо. То есть, запах не скапливается в квартире. Дальше. Столешница вот такого вот черного цвета. И обратите внимание, что столешница плавно переходит в фартук. Без каких-то полосочек, без каких-то бортиков, плинтусов. То есть, как единым контуром. Этот прием мы давно применяем. Он довольно-таки классно смотрится и создает такой эффект целостности. Ну и, конечно же, розетки у нас черного цвета. Розетки здесь фирмы Schneider. Опять же повторюсь, что эта квартира делалась либо на продажу, либо на сдачу. Но применялись довольно-таки хорошие материалы. Ну, делалась как для себя, будем так говорить. Дальше. Обратите внимание, здесь вот такая вот идет подсветочка для шторы. Когда вы повесите шторы, я не знаю, вот кто, либо эта квартира когда будет сдаваться, либо продаваться. Клиент, который купит ее, значит, может повесить шторы на свой вкус. И эти шторы будут с подсветочкой. Очень круто будет смотреться эта подсветка. Особенно вечером это все очень красиво смотрится. Дальше. Вот такая вот тумба установлена. Нижняя и верхняя. Здесь будет устанавливаться телевизор. Вот там, обратите внимание, розетка для холодильника. Это место специально выделили для холодильника. В принципе, холодильник не будет ничему мешать. Дверца холодильника будет открываться сюда. И, в принципе, он будет как бы продолжением этой стены являться. По перепланировке. В этой квартире можно сказать, что практически ничего не перепланировалось. Но я добавил вот этот вот кусочек перегородки. Для того, чтобы ограничить зону шкафчика. И сделать стеночку для того, чтобы этот холодильник не был просто отдельно стоящий. А чтобы он примыкал к этой стеночке. Получилось довольно-таки удачно, я считаю. Почему мне этот вариант еще нравится тем, что шкафчик у нас получился встроенного типа. И не пришлось там делать еще дополнительную какую-то стенку для него. Давайте я сейчас вам открою, покажу, что он из себя представляет. Вот, смотрите. То есть, здесь полноценные полочки. Большие. Нету задней стенки. Задней стенкой является сама стена квартиры. Которая штукатурена, шпаклевана, наклеены обои. И, соответственно, вот эта дверца тоже. Обратите внимание, что здесь тоже хватает места. Полочки. Здесь есть розетка для рутера. Можно подключить интернет. Сделана вся электрика. Вся электрика, конечно же, здесь установлена новая. Все по группам сделано. Подписаны варочные поверхности, душевой шкаф, группа на розетке, группа на выключателе. Все сделано по уму. И вот такой вот классный щиток. Который, кстати, тоже от застройщика, если вы обратили внимание, кто в Минске живет, либо покупает квартиру, либо просто знает, что от застройщика здесь такие большие металлические толстые широкие шкафчики, которые просто устанавливаются сверху на стенку и, конечно же, очень мешают. Мы все это демонтировали и установили встроенный электрический шкафчик. То есть он выглядит очень лаконично, а когда он закрыт, то он практически даже и не виден и не бросается в глаза. Так. Дверь, конечно же, здесь поменяли. Дверь, обратите внимание, что установили с открыванием наружу по согласованию с соседями. Конечно, это все делалось. Ведь квартира, дверь от застройщика здесь открывалась вовнутрь. Она, во-первых, была огромная. Она была что-то порядка метр десять или даже метр пятнадцать, я уже не помню. И плюс еще открывалась сюда вовнутрь. То есть квартира и без того небольшая, а еще эта дверь, она, конечно, здесь перекрывала все. Поэтому мы этот вопрос решили заменой на новую дверь, которая открывается наружу. Коридор, она никому не мешает. Вот, она никому не мешает. Здесь еще очень много места. Поэтому это решение действительно хорошее. Так, соответственно, здесь появился вот такой вот небольшой уступ, на который можно было разместить выключатель. Благодаря небольшому сужению проема. Двери установлены в ванную комнату, в ванную комнату такого же цвета, такого же стиля, как входная дверь, как накладка входной двери. Это тоже важно. Ну, как, для кого-то важно, для кого-то не важно. Для меня это было важно, чтобы эти двери как-то сочетались между собой. И поэтому, как бы, ну, действительно, это выглядит как вот единое целое. Дальше. Выключатели. Я уже говорил, черные розетки, черные. Ручки тоже черные. Они не дешевые, ребята, но все-таки я решил их установить. Потому что, ну, смотрятся они прикольно, классно, да. То есть, прикольно смотрятся. Сейчас вот эти вот черные фрагменты, они довольно-таки стильные. В моде, в тренде, я не знаю, не знаю, сколько это мод и тренд еще продержится. Но, по крайней мере, на сегодняшний день это актуально. Итак, давайте зайдем в ванную комнату. Я вам в двух словах ее покажу. Вот такая вот довольно-таки большая ванная комната, где есть полноценная ванна. То есть, вы можете ее использовать и как душевую кабину, и как для ванны. Ведь душевую кабину вы как ванну никогда не сможете использовать. А ванну как душевую без проблем. Здесь можно установить либо стекло раздвижное, либо шторку от начала и до конца, либо вообще стеклянную дверь и полностью вот это вот пространство застеклить, да, чтобы вы, получается, как бы были в зоне душевой кабины. Дальше смесители, обратите внимание, тоже черные, на раковине, на ванной черного цвета душ. Здесь такая вот у нас идет дверца, которая вот защелкивается, и вот она сейчас защелкнулась, и ее можно открыть, и здесь обеспечивается доступ ко всем водомерам. Все красиво, все продумано. Кстати, вот здесь вот это вот расстояние у нас, да, ребята еще должны это все полностью вот здесь привести в порядок, просиликонить, и вот эти вот зазорчики, они не будут даже видны. Смотрите, дальше вот здесь будут вот такие вот полочки. Я пока их не устанавливал, потому что пока не знаю, что они себя будут представлять. Может быть, они будут стеклянные. Может быть, мы даже сделаем их из плитки. И посмотрим. Ну, пока это ниша, мы пока ее оставляем как есть. Может быть, какой-то даже шкафчик туда закажем отдельный, да, то есть встроенного типа, просто с дверцами и влагостойкими, да, и у вас появится еще место для хранения. Полотенцесушитель. Конечно же, не от застройщика, а новый классный полотенцесушитель из нержавейки. Так, давайте дальше. Здесь, где раковина, соответственно, у нас есть место для всяких принадлежностей. Я не брал специально отдельно стоящую раковину, которая вот просто вот с пустотой внизу, потому что это не функционально. А здесь это функционально, то есть эти ящички, они функциональные, можно в них положить все, что угодно. Дальше. Здесь, конечно же, тоже есть места для зубных щеток и мелочевки разные, чтобы не бросалось в глаза. Так. Ну вот, в целом, вот так. Да, кстати, унитаз здесь не встроенный, а отдельно стоящий. Объясню почему. Потому что я не хотел, чтобы здесь в стене был уступ, и это как-то выглядело бы все некрасиво. И мы решили установить обычный унитаз. Он хорошего качества, нормальный. Если для кого-то это принципиально, не знаю. Но для меня, например, не принципиально. Он, в принципе, на фоне не сильно дорогой сантехники, довольно-таки нормально смотрится и ничему не мешает. Дальше. Обратите внимание, что вот здесь между плиткой и ламинатом сделан вот такой вот стык. Никаких порожков, никаких планочек, ничего здесь нет. То есть, он сделан вровень с плиточкой. И вот так вот отлично выглядит, отлично смотрится. Специальным герметиком это все сделано. То есть, опять же, делать квартира не просто как на продажу и сдачу, а делать квартира как для себя. Так. Давайте пробежимся еще по кухне. Смотрите, здесь в кухне, в принципе, есть все, даже больше, чем нужно. И я предусмотрел здесь даже те вещи, которые может понадобиться, может не понадобиться. Объясню, какие. Во-первых, это здесь есть место для посудомоечной машины. Мы пока никакую посудомоечную машину сюда не устанавливали, потому что неизвестно, кто здесь будет жить. Нужна она и будет этому человеку или не нужна. Если вы захотите, вы поставите себе ту посудомоечную машину, которую вы хотите. Но для нее место есть. Это самое главное. Раз. Дальше. Ну, соответственно, тут места тоже есть и под раковиной довольно-таки. Места хватает. Здесь полноценное место для стиральной машины. Посмотрите, то есть стиральная машина устанавливается без проблем. Там все для нее, в принципе, подведено. Все есть. Так что место для стиралки тоже есть. Ну и, соответственно, здесь эти все ящички. В принципе, здесь никого не удивишь. Все на доводчиках. Ничего не хлопает. Все отлично закрывается. И открывается. Так, обратите внимание, здесь вот такая вот труба, которая для вытяжки. Труба эта. На нее прям даже, вот, ребята, я попросил наклеили обои, чтобы она не бросалась в глаза. Меня лично она не смущает. Ну, если кого-то будет смущать, можете сделать еще какой-то дополнительный короб. Но, по мне, так выглядит довольно-таки прилично. Так, два радиатора установлены. На полу у нас ламинат 33 класса, износостойкий. Мы этот ламинат решили постелить от начала и до конца. Объясню, почему. Там будет коврик. Входная зона будет с ковриком. И, в принципе, больших проблем ламинат не будет доставлять. Потому что ламинат хорошего качества. Он идет с фаской, если вы обратили внимание. И он довольно-таки износостойкий. Если был бы кусочек плитки, то это бы постоянно этот порожек бы отбивался. Либо вот этот стык между плиткой и ламинатом, он бы приходил в негодность. Да, вот такая вот квартирка. Ребята, здесь что можно разместить? У меня есть и дизайн-проект по этой квартире. Если кому-то понадобится, я вышлю. Значит, здесь у нас, получается, будет диван. Он будет раскладного типа. То есть, можно будет его использовать и как диван для просмотра телевизора. И как спальное место. То есть, как кровать. Дальше. Здесь без проблем возле этой стеночки поместится столик со стульями. Да, для того, чтобы принимать пищу для обеда и так далее. То есть, здесь тоже этого хватает. По освещению у нас установлена вот эта вот люстра. Да, кстати, лампочки надо будет поменять. Одни получились более холодные, другие более теплые. Но это не самая большая проблема. Да, это поменяем уже. Это не проблема. Дальше. Здесь вот эта зона, получается, у нас идет зона дивана. Вот это все освещение, оно включается и выключается раздельно. И обратите внимание, что даже, сейчас я выключу свет весь, обратите внимание, что даже вот этот светильник при входе, он выполнен тоже, он тоже черного цвета. Да, вот как бы, чтобы он повторял стиль других светильников. Так, чтобы вам показать еще, на подоконниках установлены тоже кусочки ламината, да, для того, чтобы подоконник у вас был износостойкий, то есть, на него можно без проблем что-то ставить. Все откосы здесь утеплены, ребята, это тоже очень важно. Все откосы утеплены пеноплексом. Для чего я это сделал? Для того, чтобы не было мостиков холода, для того, чтобы холод не проникал в помещение и квартира была более теплая. Установлен пеноплекс здесь по периметру, внизу установлен пеноплекс, соответственно, и здесь тоже. Давайте выйдем на балкон, я вам покажу. На балконе тоже есть один момент, на который бы хотелось обратить внимание. Если вы знаете, в комплексе МинскМир, вот этот узел между окном и порожком, он выполнен плохо. И мы, вот эту вот часть, мы вот эту часть нарастили из пенопласта, то есть, из пеноплекса. То есть, от пола до стеклопакета, вот этот бортик мы сделали из пеноплекса и убрали мостик холода. Потому что, когда мы квартиру эту купили, приложив сюда руку, прямо отсюда вот шел такой холод. И было видно, что, ну, было понятно, что просто этот холод окажется сначала на балконе, а потом в вашей квартире. Да, вот такой вот балкончик, такой вот вид из балкона, это второй этаж. Удобно подниматься, можно пользоваться лифтом, можно не пользоваться лифтом. Это не первый, это второй этаж. Довольно-таки хороший вид, приличный. Тут тихо все, спокойно. Детская площадка немножко дальше, поэтому никто здесь не шумит. Вот, обратите внимание, вот такой вот классный вид. Сюда можно выйти с чашечкой кофе. И получить удовольствие, просто даже находясь на этом балкончике. Да, вот такой вот балкончик классный. Смотрите, когда я принимал эту квартиру от застройщиков, я принимал ее с компанией Evalend. И, соответственно, здесь были учтены все-все-все недочеты от застройщика. То есть, несколько стеклопакетов здесь поменялось. Поменялись все ручки, они тоже были с какими-то дефектами. То есть, все, что нужно было поменять, здесь поменялось по гарантии. Все стекла в идеальном состоянии. Вот, недавно их помыли. Обратите внимание, они просто кристальные, практически как будто здесь стекла нет. Никаких царапин нет. Я лично все проверил. Все очень-очень качественно и прилично. Да, здесь установлена розетка на всякий случай, конечно же. Выключатель. Выключатель освещения на балконе. Его изначально не было. Я решил сюда его провести, потому что, ну, действительно, он понадобится в любом случае. Потом вы уже повесите сюда либо римские шторы, либо жалюзи, либо шторы какие-то. То есть, уже вы определитесь, что вам больше нравится. Да, вот такая вот квартирка, ребята. Окна в пол, конечно, смотрятся круто. Действительно, если сравнить с другими домами, я имею в виду со старым фондом, конечно, такого вида вы не получите. Ты стоишь у окна практически, как будто стоишь где-то вот на открытом воздухе. Да, то есть, вот у тебя получается снизу доверху это окошко. И вот такой вот классный веселенький вид, я бы даже так сказал. Посмотрите, какая раскраска в этой детской площадке, у этих домов. Вот такая вот красота, ребята. Вот такая вот квартирка. Что вам сказать? Квартирка будет, я пока не знаю, эта квартирка будет либо под сдачу, либо на продажу. Осенью 2023 года эта квартирка будет либо продаваться, либо сдаваться на долгий срок, не меньше, чем на год. Вот, если вас заинтересовало, пишите в личку, пишите в комментарии, я обязательно всем отвечу. Всем удачи, спасибо большое, если досмотрели до конца. Субтитры сделал DimaTorzok